Здравствуйте! Наша программа продолжается встречей с очень творческими людьми. В нашей студии Миляуша Томиндарова, руководитель камерного хора Республики Татарстан, а также Никита Чупрунов, Роман Лаврентьев, солисты хора. Доброе утро! Доброе утро! Здравствуйте! Миляуша Мировна, ну, скоро 9 мая и традиционно ваш хор готовит, готовит обязательно какой-то проект, интересный проект. Расскажите, пожалуйста. На сей раз проект действительно неординарный, тот, который мы никогда еще не... ну, беспрецедентный для нас, скажем так. Почему? Потому что всегда меня обуревала мысль, что Казань очень сильно поющий город, и он буквально наполнен талантливыми людьми. И не всегда они отягощены академическим образованием. Вернее, даже я бы сказала, чаще всего они не отягощены почему-то академическим образованием. И настоящие такие дарования, самодеятельные, и стали основой вот этого проекта. Проект будет состоять из двух частей. В первом отделении мы споем мною авторски сложенную, так называемую, мессу мира. В основу легла месса Дженкинса, месса мира. Но она немножко в таком мною авторски переработанном уже варианте, потому что я включила туда и части из «Рэквима Моцарта», и «Шнитке», «Покаянные стихи», и многие другие сочинения интересные, про Кофьева, Александра Невского. И сама создала такую, как сказать, свою мессу, скажем так. А во втором отделении мы провели кастинг такой из самодеятельных певцов, которые никогда не учились в академических музыкальных. То есть любой человек практически может попасть в певцах? Мы собрали всех желающих петь. Я обращение в видео в социальных сетях сделала. И к нам пришло огромное количество людей. И вот одни из талантливых моих товарищей. Вы знаете, я была приятно удивлена, потому что это по-настоящему, по-настоящему, оказывается, настоящая правда, она вот там на улице где-то. Вот так, в Самородке. В Самородке, да. Я очень довольна, мне крайне интересно с ними работать. И тем более, что мы, первая у нас опять премьера, это наше сотрудничество с фондом Сфарцандо-Ивуа Оркестром. И вот видите, вот столько вот премьер будет. И 16 номеров, в которых еще не певшие люди. Это и участники нашего хора, еще неизвестные солисты. И вот самодеятельные, что называется, уличные наши друзья. Миша Верновна, у меня, да, вот как раз-то и вопрос к ребятам. Ну, с учетом того, что вы попали в этот хор, да, в момент такого интересного набора. Интересного набора. Вы чем занимались до этого? Или занимаетесь до сих пор, помимо хора? Или теперь все только? Ну, на самом деле, мы занимаемся обычной жизнью любого гражданина в нашей республике, работаем, наслаждаемся жизнью, посещаем театры, по вокалу, что могу сказать. С детства любил петь, и сейчас удостоился такой шанс. Да. Такая часть действительно. Ну, я слушаю ваш тембр, мне кажется, у вас там роль тоже. Обнадеживающий уже тембр. Я его сдерживаю. А может быть, что-то исполните для наших телезрителей? Ох, ничего себе, ребята. Вот чуть-чуть, чуть-чуть. Да, какую песню ты будешь петь? Ну-ка, проанонсируй-ка. Совой-ка. Было бы неплохо. Так. Да. Эх, война, 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 дурная тетка стерва она. Эх, война, война идет, а пацана девчонка ждет. А мы напоминаем, что у нас продолжается утренний эфир. Мурашки просто бегут. Вы знаете, этот репертуар не будет традиционного репертуара Катюш, Смуглянок, Молдаванок, потому что этот репертуар, он тоже оригинально был заточен. Это песни, в общем-то, не столько о войне, сколько о мире, о нежности, о любви. И история концерта такая, что это расставание, любовь, встреча, верность. Понимаете, без таких, может быть, каких-то прямых патриотических решений, скажем так. Да. Вот Никиту хочу спросить. Никита, а вы, что вы исполнять будете? Я буду исполнять песню, к сожалению, традиционную. Почему же, к сожалению, да? Я не такой вот редкостный, это да, но я вернулся только с армии. Вот. Я служил в армейском хоре. Свежа. Таких не очень много. Всего три месяца, как я, так скажем... Вернулись на землю. Да, вернулся. Три месяца, как дембель. Три месяца, как дембель, да. Вот сейчас пою в церковном хоре и стараюсь вот развиваться в этом плане. Вот. И мне просто чудом повезло, что я попал в такой хор. Но тогда мы и вас попросим исполнить что-то. Помогли коллеги, сказали про кастинг, я пришел, ну и прошел его. Тогда, Никит, давайте тоже вот что-нибудь от души. Тоже что-нибудь. Что у вас из традиционного атрофа? Концертное. Концертное. Что желаете? Ну, я бы другую мог бы спеть. Давайте концертное, не будем выходить из рамок. От героев бывых времен. Не осталось порой имен, те, кто приняли смертный бой, стали просто землею травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам, доверенный одним, мы в груди храним. Браво. Браво. Вот это голоса. Ну что ж, спасибо огромное. Действительно, настоящие сумородки. И спасибо, что вы таких находите. Наша Амировна, действительно, вы выполняете такую интересную работу по выявлению таких талантов. Это как сборная Лихтенштейна по футболу. Знаете, вот у них, они вот работают в своей работе, а еще и на поле выходят. И страну защищают. Вот так же у вас. Совершенно верно. И тем более, что этот проект, он обязательно долгоиграющий. Он на всю жизнь, потому что мы это народное караоке. Будем собирать, потому что в нем и смысл существования нашего коллектива. Продолжение следует.